Челлендж «Другой ты» завершился. На главной площади города в это воскресенье собрались представители разных ведомств для финальной зарядки, а в парке первого президента прошли состязания. Мой коллега Илья Кудряков стал свидетелем этой спортивной акции. Республиканский челлендж «Другой ты» подошел к концу. Он длился ровно три недели. Как говорят специалисты, привычка формируется именно столько. Главная задача акции – привить казахстанцам любовь к спорту, показать, что здоровый образ жизни не только помогает поддерживать свое тело в хорошей физической форме, но и заряжает позитивом. Наша область отличилась большой активностью, а самые спортивные организации наградили почетными грамотами. Наша Северокостанская область приняла активное участие в данной акции и была отмечена как самая область, регион, который самое массовое количество привлек к занятиям физико-культурой и спортом. Все население Северокостанской области было очень активно вовлечено в эти тренировки. Принять участие в финальном челлендже пришли сотни человек. Среди них госслужащие, студенты и преподаватели СКГУ, полицейские и известные спортсмены. Под зажигательную музыку участники двигались гибко и синхронно, а руководила утренней зарядкой фитнес-тренер Светлана Селютина. Заряд бодрости и позитивное настроение у горожан остались на весь день. Эмоции, как видите, очень хорошие. Было очень приятно в таких мероприятиях выступать, показать себя. И все наши констанции видели, были все здоровы. Первый раз попробовала эту зарядку. Мне очень понравилось. И, к сожалению, плохо, что уже закончился этот челлендж. И я хочу призвать всех жителей нашей области, нашего города, чтобы продолжали заниматься активно спортом. Очень радует то, что не то, что только одним и, получается, все население подхватило эту акцию. Принимают активное участие. Это, во-первых, здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это здоровый человек. А для самых юных спортсменов в парке первого президента устроили городской турнир по футболу. Он проводится уже второй раз. Ребятам от 7 до 10 лет. Но мяч по полю гоняют не хуже профессионалов. Всего участвуют шесть команд. Две команды предоставляют специалисты детской и детской спортивной школы «Женис». Одну команду предоставляет «Центр». И три команды предоставляет у нас городская детская спортивная школа по футболу. Побороться за звание сильнейшей городской команды решили воспитанники детской спортивной школы «Жастар». Они в красной форме. Тренировки и командная игра помогают добиться хороших результатов, считают юные футболисты. Я забил первый голевой гол. Мне дал голевую Алибеков Мадьяр. Но он мог забить. Я коснулся. Мы выигрываем пока что 1-0. Во втором тайме у нас есть шансы забить гол. И я думаю, либо ничья, либо мы выиграем. Юный футболист не ошибся. И их команда смогла выиграть это первенство. По итогам турнира лучших наградили дипломами и ценными призами. Илья Кудряков, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.